Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями и соображениями по поводу третьей и пятой линии. Ну, точнее сказать, по поводу третьей и пятой фрактальности в дизайне человека. Мы поговорим о них в контексте генетических травм, так будет ярче. Третья линия – это травма стыда, пятая линия – травма вины. Так что, если у вас третья или пятая линия в профиле, или третья и пятая линии в черном и красном марсе, устраивайтесь поудобнее, вам будет интересно. Так в чем разница стыда и вины? Стыдно всегда за себя, а вину человек чувствует только за свой поступок. Так пятая линия разделяет себя и свой поступок. Она говорит, я к этому лично не имею никакого отношения. Третья линия стыда, как правило, ассоциирует себя и все сделанное с собой лично. Для нее свое поведение и мир вокруг неразделимы. Все дело в том, что пятая линия очень экстраспективна, она знает о существовании другого человека и мира вокруг. Поэтому она может разделить свой поступок и себя как личность. Кстати, отсюда и стремление пятой линии произвести впечатление своими поступками. Но при этом себя с ними не идентифицировать как будто. Тут же мы увидим страх разоблачения. Пятая линия говорит, люди не должны знать, кто я на самом деле. Они должны знать меня по делам моим. А я лично, это другое дело. Я могу не отождествлять себя со своими поступками. Пятая линия хочет обуславливать другого, влиять. Если мы посмотрим на отношения и резонансы линий, то мы увидим, что пятая линия, как и пятый тон, и пятый цвет, короче, вся пятая фрактальность резонирует со второй. А движущей силой второй фрактальности, на уровне цвета мотивации, кстати, является разоблачение. Почувствуйте взаимосвязь. Пятерка производит впечатление, а двойка разоблачает это поведение. Она говорит, будь собой, не надо понтов. Вторая линия хочет быть естественной. Такой же резонанс есть и у третьей линии стыда и шестой линии невинности, без стыдства. Я такой, какой я есть. Мне не стыдно. Шестая линия наблюдает и ищет жизненность. В этой жизненности находит некое совершенство. Даже в несовершенных поступках, кстати, она находит красоту и ту же самую жизненность. А зачем я вообще говорю о шестой линии невинности? Потому что она является антиподом третьей линии. Я так хочу создать контраст, чтобы было видно разницу. Так лучше уловить суть. Шестая линия говорит о невинности и бесстыдстве. То, что я делаю, мне за это не стыдно, потому что в этом выражается жизнь. А третья линия, напротив, говорит о стыде. Даже если она сделала хорошо и красиво, ей стыдно это показать и похвастаться. Если сделала плохо, то тем более. И тут живет неловкость за свои хорошие поступки и стыд за свои плохие. И самое поганое в этой истории, это не когда тебе стыдно за свои плохие поступки, а когда тебе неловко за свои хорошие. Когда ты сам обесцениваешь свое творчество, то, что сотворил. Не буду говорить о своих достижениях. Зачем хвастаться, а вдруг я недостаточно хорош, говорит третья линия. Часто во взрослой жизни мы видим людей, которые не умеют выигрывать. Неловко выигрывать у кого-то, чтобы не унизить его. Например, я лучше проиграю и буду потом стыдиться своего проигрыша. Так мне комфортнее. С травмой стыда также связаны синдром отличника. Страх, что учительница поставит тебе плохую отметку. То есть увидит твое несовершенство и оценит тебя плохо. Поэтому надо соответствовать чужим стандартам. Это всегда история про внешние авторитеты, которые давят на тебя и говорят, что ты должен чему-то там соответствовать. Кстати, люди с третьей травмой стыда очень любят, чтобы были дипломы, образования, корочки. То есть всякие подтверждения, что ты соответствуешь неким стандартам. Третья линия должна учиться легкости и юмору, чтобы относиться к своим ошибкам с улыбкой. Ей в этом смысле есть чему поучиться у шестой линии. А пятой линии есть, конечно, что посмотреть у второй линии. Естественность. Поменьше понтов и пыли. Кстати, темы ложных я всех линий очень интересны. Они могут вообще раскрыть нам очень тонкие смыслы. Если вам интересно об этом узнать, то ставьте лайки, пересылайте друзьям этот подкаст, который интересуется дизайном. Если наберем 200 лайков и 1500 просмотров, сделаю большой открытый урок с познавательными таблицами. По всем шести линиям. Ну и, конечно, разберем ваши персональные бодиграфы.